Детский садик для слабовидящих на Карбышево третий месяц стоит без крыши. Строители затягивают сроки ремонта. Родители незрячих малышей пожаловались в редакцию новостей Прима, что с 9 сентября вынуждены заниматься с детьми дома. Речь о специализированном садике номер 235. Изначально родителям обещали, что все работы по замене кровли проведут до конца ноября. Но судя по состоянию здания, завершить процесс за оставшиеся дни не получится. Подрядчики еще кладут утеплитель. У родителей слабовидящих малышей кончается терпение. Многие вынуждены подменяться на работе, чтобы сидеть с детьми. Те, кому временно дали обычный садик, не могут в него ходить. Там якобы нет условий для таких ребятишек. У красноярцев логичный вопрос. Почему нельзя было начать ремонт крыши раньше? Почему-то именно главное не летом, когда отпуска у всех были у воспитателей, у родителей, у детей. А именно в сентябре три месяца здания стоит разобрано и ничего не происходит. Там были сняты плиты из крыши. Так до сих пор все в этом же состоянии и находится. На какой срок затянется ремонт этой крыши? Потому что обещали, что 26 ноября железный садик уже откроется. Мы вынуждены быть дома. Нам дали другой сад, но он не специализирован на проблемы по зрению. И нам сказали, что мы никак с ним заниматься совершенно не будем. Управление образования Красноярска сегодня объяснили. Детский сад ремонтируют по графику на сэкономленные деньги. Объект стоял в очереди. Отторговать его удалось после проведения основных аукционов. Ремонт и правда должны были завершить в ноябре, но появились дополнительные работы. А детям предоставили временные сады. Причем перед этим врач-офтальмолог провела анализ текущего состояния зрения у всех воспитанников. Да, ремонт это неудобство, но терпеть осталось недолго, заверили в управлении. Сроки проведения ремонтных работ ориентировочно продлены до 21 декабря этого года. В связи с выявлением скрытых работ, не включенных в ПСД, и решением по дальнейшим техническим вопросам для завершения всех ремонтных работ. Все воспитанники распределены в другие детские сады. У детей, которые посещают группы компенсирующей направленности, занятия в общеобразовательной группе отличаются лишь наличием дидактического материала и дополнительной зрительной гипотезы.